Добрый день, друзья! Недобрый день, во мне, други! 2 мая сегодня, 2 мая 2014 года, воздух в Одессе стал чище, по мнению Иосифа Рахигауза, заметного деятеля отечественной культуры, режиссера. Кстати, он не только режиссер, а буквально на днях обнаружил, что он еще и колумнист. Есть такой русский пионер-журнал, который на деньги опешечки издает Андрей Колесников. Колесо, как его зовут в журналистской среде, самый приближенный, любимый журналист Владимира Путина. Так вот, он издает, повторю, русские пионеры. Там, помимо колумнистов, таких заметных, как Андрей Владимирович Макаревич, еще, оказывается, Иосиф Рахигауз колумнист. Да, хорошо пишет, кстати. Хорошо пишет. Говорят, что режиссер он-то талантливейший. Воздух стал чище в Одессе. После того, как там сожгли людей. Ну, там, несколько десятков полковников ГРУ поймали в Доме профсоюза и сожгли. Да, такая примерно трактовка. Так вот, в одной из наших бесед Рахигауз, кстати, расписался в том, что мы все-таки один народ. Вот, послушайте отрывок. Мне вот просто не хочется быть одним народом с Иосифом Рахигаузом. Я не разжигаю ни в коем случае, то есть совершенно здесь не про его этническую принадлежность, а про породу. Про породу вот этих людей, которые считают, что воздух становится чище после того, как гибнут другие люди. Я, прежде чем процитировать одно из ваших интервью, хочу спросить. Вы ведь еще пробовали учиться и на журналистов, на журфаке Ленинградского университета. Ну, это я не столько учился, сколько руководил студенческим театром. Вы вообще, в принципе, как к журналистским цехам, вы считаете, вы ладите? У вас есть претензии к журналистам? Претензии у меня только одни. Я как-то в последнее время стал много участвовать во всяких политических шоу, хотя я совершенно никакой не политик, но у меня есть, естественно, взгляды, понимание той ситуации, в которой сейчас находится наша страна, и в которой находится наша культура, и в которой находится наша экономика. Я вижу, понимаю, опять же, может быть, я не прав, но тем не менее, я готов свою точку зрения мотивировать и вступать в диалог. Но, что касается журналистов, то, к огромнейшему сожалению, большое количество журналистов превратились из профессиональных журналистов, таких профессиональных, ну не знаю, пропагандистов и агитаторов. Что неверно и неинтересно. То есть они не хотят знать истины, они заведомо под влиянием, не знаю, редактора, продюсера, они заведомо понимают, какую точку зрения они проталкивают, и их невозможно, да и не нужно сбивать с этой точки зрения. Ну, знаете, вы сами открыли эту дверь, я вот не могу не поговорить насчет, там, агитпропа, пропаганды и агитации. Смотрите, допустим, вы не раз говорили, что гордитесь своим родителям, который расписался на Рейстаге, который... Да, очень горжусь своим дорогим отцом. Хорошо, с другой стороны, смотрите, давайте мы будем читать там киевские СМИ. Ваши родители, так же, как и мой, и как все поколения, это оккупанты, это насильники, пришли в Германию исключительно для того, чтобы изнасиловать 2 миллиона немок. Полная ерунда. Ну как, это же пишут киевские СМИ? Нет, это кто-то пишет, так же, как и мы, так же, как и мы, сегодня всю Украину, весь украинский народ называем правым сектором, фашистами. Кто? Кто называет весь Украинский... Первый канал, второй канал, третий канал, вам фамилия назвать? Давайте прекратим об этом говорить. Я в этом участвую сам. Я люблю Украину, я на ней родился. Я Россию, мне не надо признаваться в своей родине, в России. Вы одессит, поэтому давайте, вы одессит, давайте все-таки Украина. Так это что быть, не Украина, не Россия? Одесса, Украина, ну, в общем... Вы сейчас повторяете Саакашвили, он в своей тронной речи, когда в Одессе его представили губернатор, он сказал, Одесса, не Украина, не Россия, это центр мировой культуры. Ну, во всяком случае, вы не знаете, как насчет вторую часть, в первой части он абсолютно прав. Я скажу вам, что я знаю огромное количество сегодня, сейчас, замечательных украинских, ну, в основном это деятели культуры, литературы, и знаю такое же количество российских, даже большее, которые, к счастью, не участвуют в этой чудовищной катастрофе, которая постигла наши страны. Поэтому я бы не хотел сегодня вообще об этом говорить, потому что это беда огромная, и наше с вами дело, эту беду как можно, как можно больше вот успокоить, как можно быстрее вернуться к тем действительно истинным, великим корням наши народы, соединяющие наши народы, как знаю, понимающие друг друга. Вы про какие народы сейчас говорите? Я про народы России и Украины, потому что я считаю... Это не один народ, вы считаете? Давайте назовем один народ. Нет, почему? Может быть и один, ну, это как трактовать. Но, тем не менее, один, я с вами соглашусь, вот соглашусь с вами. Нет, а я спросил, я ничего не убежал, почему со мной согласиться? А если вы спросили, ну, не совсем один. Конечно, там вот эта Галчина, там Львович, это все-таки та сторона, а Донбасс это эта сторона, а центр Украины, там Полтава, это центр. Тем не менее, я-то считаю, что вообще мир это один народ. Мир один народ. Я считаю, что то, что мы сегодня стали, извините, ну, вот большим-большим забором отгораживаться от мира, для нас это беда и неправильно. Правильно. Я знаю, мир на нас напал. Да все-все-все, мир неправ. Правы мы, мир неправ. Это, я согласен тоже с вами и в этом. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24.